В праздник усекновения главы, пророка, притечи и крестителя Господня Иоанна в России отмечают День Трезвости. По этому поводу во многих российских городах силами различных общественных и молодежных организаций проводятся тематические акции, выставки, флешмобы и другие мероприятия. О том, как в Екатеринбурге прошел этот день, смотрите в следующем сюжете. Самый первый День Трезвости был проведен в 1913 году, в День памяти усекновения главы святого Иоанна Притечи, который, как известно из Священного Писания, не пил вина и не вкушал плодов виноградной лозы, то есть был абсолютным трезвенником. С тех пор в России в этот день проводились крестные ходы, совершались молебны с чином обеда трезвости. Сегодня эта традиция возрождается. В Екатеринбурге Всероссийский День Трезвости отметили в храме святителя Николая Чудотворца при Уральском Государственном Горном Университете праздничной литургией и крестным ходом. После крестного хода состоялся молебен на изъявление обеда трезвости, по окончании которого протерей Игорь Бачинин поблагодарил всех за совместную молитву и особенно поздравил тех, кто в этот день дал Богу обещание жить трезво. Жить трезво для человека – это особая форма подвига. Почему? Потому что он неизбежно встретится с каким-то непониманием, с каким-то насмешками, с какими-то умылками. И обязательно он ощутит на себе это негативное внешнее воздействие. Но это и есть то, что мы с вами должны в себе преодолеть. Пусть это небольшое покаяние, пусть это небольшая эпитимия, пусть эти небольшие такие трудности, которые нам с вами в жизни нужно преодолеть. Почему? Потому что без этого невозможно войти в жизнь вечную. Батюшка отметил, что сегодня по всем храмам России сотни, тысячи людей изъявляют намерение жить трезво. Многие из них из года в год, 11 сентября, приходят в храм всей семьей, чтобы вновь дать обед трезвости. Каждый год ты вспоминаешь этот день жития на Притече, что он был первым трезвенником, о котором говорит сам Спаситель. И, соответственно, и ты стараешься приобщиться. Но трезвение – это не только трезвый образ жизни, то есть не пить, например. Трезвость ума, в прежде, да. А трезвость ума – это оценка всех своих поступков. Да, стараться, то есть постараться жить по заповедям Господним. И вот от помыслов, от трезвых помыслов получается трезвение. И от трезвения уже, получается, стараешься жить соответствующим образом, как христианин, как заповедовал Спаситель. На путь трезвости встают и молодые люди, которые еще не испытали соблазны нетрезвой жизни. Но они понимают, насколько опасен этот путь. И так как различные зависимости гораздо быстрее развиваются в молодежной среде, им нужен добрый пример. Этот пример показали студенты областного медицинского колледжа и представители молодежного братства трезвости, которые в поддержку трезвого образа жизни провели у храма на крови флешмоб. Сегодня наши студенты инициировали организацию вот такого вот флешмоба, который как раз таки пропагандирует здоровый образ жизни и занятия физической культурой. Трезвости – счастье народа. Под таким лозунгом дореволюционной России проходил первый день трезвости. Так и современные молодые люди, осознанно выбирающие здоровый образ жизни, утверждают сегодня, что все граждане нашей страны должны быть трезвыми. Трезвость – это ясный ум, отдача своим каким-то действиям, здоровый образ жизни. Что еще? Ну, наверное, для меня это вот это. Я сама веду здоровый образ жизни, трезвый образ жизни, не курю, не пью и вам не советую. Святая Церковь напоминает, что время нашей жизни на земле кратко, и оно дано для того, чтобы мы подготовились к вечной жизни. Вне состояния духовного бодрствования мы не способны это сделать. Трезвость – это состояние души человека, состояние его устремленности к Богу. Об этом свидетельствует житие святого Иоанна Претечи, с памятью которого неразрывно связан Всероссийский день трезвости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok